Субтитры делал DimaTorzok Кроме того, отношения между США и этими странами напряжены из-за отсутствия поддержки Вашингтона в войне в Йемене. Как отмечает газета, после отказа от общения с Байденом, лидеры Саудовской Аравии и Эмиратов провели телефонные переговоры с президентом России. Сообщается, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отказались от переговоров с президентом США Джо Байденом. Путем такого диалога власти штатов рассчитывали усилить международную поддержку бандеровцам на Украине и сдержать рост цен на нефть. От себя лично и от имени 30 миллионов мусульман России выражаю искреннюю благодарность дорогим братьям. Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Ибн Салману и шейху Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммаду бен Заеду Аль-Нахаяну За однозначную позицию по событиям на Украине и поддержку нашей страны. Мы не забудем дружескую позицию Королевства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которую власти этих государств демонстрируют в период, когда почти весь мир ополчился против России. Сегодня любая поддержка очень важна для нашего государства и его многонациональных народов. В такие моменты мы убеждаемся, кто является истинным другом и союзником России. Мы выстоим, доведем задачу до конца и сделаем свои выводы касательно тех стран, которые показали свое настоящее лицо по отношению к России. «Я желаю милости Всевышнего Аллаха, мира стабильности и процветания народам Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии», написал глава Чечни Рамзан Кадыров.